У нас сегодня пособ мы перемежаем. Раз читаем статью Ханан Парата к соответствующему недельному разделу, а на следующий раз или через раз читаем Равадина Штензакса, соответствующие его комментарии встроены в текст Торы к вот этому куску, который мы разбирали по поводу Ханан Парата. Окей, а сегодня мы продолжаем тему «Лестница Якова» или «Сон Якова», как хотите. Значит, мы читаем сегодня текст Торы с комментарием Равина Штензакса. Все, сабава. Ань, ты можешь начинать. Да. Так, Яков в Вейтель, Халамо в Нидро, на дороге. Замечательно. Все совершенно правильно. Так, Яков в Вейтеле, его сон и его обещания. Да, обед, обещания, правильно. Окей. Так, Яков Немлад, Меахив. Меахав. Тут почему-то так странно читается, но спроси у более умных людей в грамматике. Не Ахив, а Ахав. Азов, Азовет Гораб. Да. Вы гала, левадо, ми наряд, ше... Галат, я думаю. Ну, может быть, гала. Ле галот. Может быть, даже пипаль, может быть, галин, может быть, галин. Да, наверное, правильно сказал, галат. Да, наверное, да. Левадо, ми наряд, ше он хала. Он хала. Да, обещан. Ло, так. Яков спасся от брата, оставил родителей. Ну, галарин, видимо, остался один, потому что... Галат, в смысле, ушел в галут? Скидался, да. Скидался один от земли, которая ему была обещана. Ну, все-таки только, да, только не обещанная, значит, муфтаха. Он хилай означает, когда она ему в земельное наследство. Нахалат этого слова, да? Ведь нахалин, которое превратилось в ругательное слово, сейчас, может, изменяется. Да, что хотел сказать? Ну, вот немлад, да? Сегодня немлад часто это... Потому что, например, Миклат, вы знаете, это бомбоубернище. Это все отсловало Ямале, спасаться. Окей? Плетим, например. Да, плетим, наверное, все-таки плетим, это беженство, да. Ну, хорошо, читаем дальше. Так, Рак... Это... Эхалу... Эхэлу, эхэлу, эхэлу. Хаяф... Да? Этсм... Этсмайм. Сто процентов. Этсмайм. Этсмайм. И теперь начинается его, как бы, самостоятельная жизнь. Ну, да, только... Ну, теперь, типа, только... Именно сейчас, или только сейчас, да. Сейчас началась его, ну, как, самостоятельная жизнь, да. Ата – это вот... Это сейчас. Есть еще Ахшав, но Ата, на мой вкус, Ата – это более... Более сейчасная. Ата – это более сейчасная, чем Ахшав. Ахшав – это вообще. А Ата – вот это вот именно сейчас, в эту секунду. Окей. Бедрахо, Лекрат Хаев. Да, Бедарко, Лекрат Хаев, да, Хадашим. Бедарко, Лекрат Хаев, да, Хадашим, Бенахар, Бенахар, Бенахар. На ночной стоянке в Бейтеле он удостоился ведения Шейску Бедарко, которая укрепила, получается, его на его пути, на встречу новой жизни, на Чужбине. Замечательно, сто процентов. Где это было? Несмотря на то, что это не было ясное пророчество. Да. Да. Это то, что по-русски типа мультимедийное представление. Ну, от слова «хазон», потому что введение пророков – это тоже «хазон», правильно? Да, да. Окей. Да, вот к нам присоединились новые люди, совершенно замечательные. Вот, если у них есть желание читать, то мы с удовольствием дадим моему трибуну. Да, Арина, ты меня слышишь? Да, я слышу всем шалом, шавуаток, у меня нет желания. У тебя что, слегка? У меня нет желания читать, извините. Но желание слушать есть? Очень большое, да. Замечательно. Окей. А еще вот есть Лавия, правильно? Лавия, вы с нами? Ну, надеюсь, что да. Ну, хорошо. Да. Мы читаем, пока читают два человека. Это сейчас читает Аня, а потом Тимофей. Остальные слушают. Если кто-то хочет, пожалуйста. Практически не важна скорость, мы всем будем помогать. Только делаю вводную для тех двух, которые присоединились. Мы читаем комментарии, встроенные в текст писания Равина Одина Штенцальца. И мы его разбираем, это кусок, на ту статью, которую мы разбирали в предыдущем канон-параде. Все, это такая вводная. Теперь возвращаемся к Аниному чтению. У нас точно сложная фраза, да? Если можно, если мы сейчас быстро ее прочту, для тех, кто сейчас пришел. Афаль пиши эн зу навуа бейра. Я вот красным виду вы должны видеть. Сейчас дойдем до этого. Амум – это непонятно. Это когда вот свет такой, типа, темный, мерцающий, неясный, непонятный. Вот такая длинная фраза, но мы сейчас переведем. Давай. Афаль пиши. Несмотря на то, что это не было ясное пророчество, а наоборот, не некое неясное ночное видение. Ну да, то есть там во сне что-то такое, лестница, кто-то ходит. То есть ничего ясного не то, что говорится. И был ему два раше. Тут как бы все непонятно. Это мы перу шим сейчас будем как бы читать, да? Мы хизайон лили. В ночном видении, ну, представление хизайон в современном иврите – это вот, например, на стенах старого города, да, там проецируют всякие картинки исторические. Это называется хизайон. Обычно, когда хизайон – оркули. Это же, по-моему, переводится типа мультимедиа по-русски. То есть оркули. С одной стороны свет, а с другой стороны звук. Ну, вот это называется мультимедиа. Так. Мисамелет. Вот это вот хизайон лили – мисамелет. Что мисамелет? Символизирует. Да. Символизирует раскрытие. Галут. А на юхедед – это особое раскрытие. Ну, проектие, раскрытие, да. Как сказать, Решедарку, первое начало. Начало его пути. Буалам в мире. Вы, это ее то. Мы с Угалем. Правильно. Его способность слышать слово Всевышнего. Правильно. Все совершенно правильно. Значит, на что можно обратить внимание? Вот интересно, на мой взгляд. Вы знаете слово «мы с Угалем»? Это такое мощное слово. Что такое «мы с Угалем»? Ну, здесь это способный. Значит, очень есть с этим производный. Самое главное – производное. Вот знаете, я не знаю, по-русски сейчас как пишут, там, например, там, где заседает как бы команда, да. Как пишут, что пишут «команда», «группа». Это то, что по-английски пишут «став». Вот на иврите написано на комнате «став». То есть «книса, раклы, став». «Книса, раклы, сегли». Вначале, что только для, как там было, рабочего этого... «Персонала». «Персонала», да. Вот это называется «да». С другой стороны, вы, конечно, все знаете, да, правильно. Вот это вот знаменитое слово, которое стало причиной бесконечных, как бы, обвинений евреев и вообще комментарий и так далее. «Ам сегула». Так вот «сегула» – это тоже отсюда. А, вот отсюда. Да, «сегула», «сегула». Вообще дословно это по-русски переводится «избранный народ». Хотя это не совсем правильно. Это не «ам, не фхар». «Ам, не фхар» – это действительно выбранный. Потому что «лифхор» – это выбирает, правильно? А вот «месугаль» – это тот, кто способен понять какое-то действие. То есть вот «сегель» – он для чего? Потому что он способен делать задачи, которые возложены на этот «сегель». Например, как его называют? «Потише». «Молоток забивает гвоздь». Почему? Потому что он «месугаль» – его забит. На евреев возложены некоторые задачи, потому что он «месугаль» что-то сделает. Вот осталось слово. Ты уверен? Мне кажется, что «сегель» – не другое значение. Нет, «месугаль» – да. «Ам, сегула». «Сугаль» – да. «Сегель» – мне кажется, другое значение. Ну, какое? «Сегель»? «Сегель»? «Сегель» – это команда. Это «став». Да, но, мне кажется, это просто силой. Ну, смотри, это опять на тему избранности. Мы не будем сейчас уходить, Бессадр. Я принимаю это, что ты говоришь. Это опять кто-то выбран. Опять это избран. Не потому что красивые глаза, либо уши, ноги и там дальше. А потому что он способен что-то сделать. Ведь, как я понимаю, в этом смысл «ам, сегула». Окей? Ну, кроме того, еще одно… Вот это уже мне непонятно. «Сегуль» – это какой цвет? Фиолетовый. Правильно, «пёрпл». Вот это все на слове «месугаль» – это вот важное слово. Ну, хорошо, идем дальше. Хочешь дальше или передадим Тимофею? Чуть-чуть, чуть-чуть почитаю, потом передадим. Нет проблем, нет проблем, я с вами, да. Так, «Эгиф» и «Сеат Яков». Агаф, «Агаф» и «Сеат Яков». «Агаф» и «Сеат Яков». «Байзэуэй», «Байзэуэй». «Агаф» – это «Байзэуэй». А про «Параллельно» или «Попутно». Вместе с выходом что-то такое, да. «Агаф». «Эгиф» и «Сеат Яков» и «Байзэуэй». Да. Это самое нормальное «Уфаль». «Уфаль», да. «Ускеру». А, «Ускеру». Да. «Ускеру». «Нисуяв». «Нисуяв», я думаю, да. Ну, то есть, «Женить бы» следующий. «Женить бы», да. «Попутно» с выходом Якова из Бер-Шевы напоминаются дополнительные браки, получается, Исауа. Ну, да. Вы помните, что там для того, чтобы быстро закончить все, что касается Исауа, там быстренько все проходит, всех его князей пятый и десятый, и с ним заканчивается. И тогда возвращаются к Якову, и начинается вот история лестницы и так дальше. Дальше. Окей. «Так, это Мамших Сипурош, Ильяков». И вот продолжается, теперь сейчас… «Теперь продолжается…» «Правильно, да». «Правильно, да». «Правильно, да». «То есть Исауа закончили и продолжается…» «Окей». «Так, ВСЦ Яков Небер-Шева» и вышел…» «Да, вот только здесь, да, потому что…» «Ну, это как бы такой Смехут, действительно. Нормально, верите, говорится «Бер-Шева», правильно? «Но здесь Бер-Шева», я думаю, почему здесь пощеркнется Смехут. Смехут обычно же как бы меняется, да? Второе. «Хадар-Охаль», да? Нет, первое там меняется. «Ну, не знаю, почему Шауа». «Так написано, в общем-то…» «Окей, нормально это Бер-Шева, но вот это вот это имя нашей Порошева и Цеп, правильно? Так, Элисто не Бер-Шево, а Бер-Шева, и на Нискерет Бер-Шево». «Бер-Шево», да. «Прохождение или его путь из Дома родителей в Хевроне в Хевроне, в Хевроне, в Хевроне, в Хевроне, не упоминается в Писании. Ну да, но почему он должен это объяснить? Потому что непонятно географически, правильно? Понятно, что есть Медраши, которые объясняют Яца Яков, что, значит, вышел. Ну, понятно, что если он пошел, так он вышел. Зачем это надо писать? Ну и как бы Медраш говорит, что ты вышел, когда выходит садик, то выходит с ним в славу, и все это. И это какой-то непросто выход этот. Но поскольку Штензальц идет по Пшату, да, то он объясняет, что тот, кто как бы внимательно смотрит, то есть как бы неувязка, потому что, по идее, он должен был выйти из дома, написано, мы бейтурабы Хеврон, он вышел из дома своих родителей в Хевроне, в Бершеву. Вот. А почему-то это не написано, а просто написано, что он ушел в Хеврон. То есть, короче, что Штензальц объясняет? Если вышел, то по идее, он должен быть, откуда вышел. А, вот, правильно, а почему не написано с Хеврона? Ну вот он говорит, а это здесь не, а это не упоминается в Катуре. Что подальше? Объясняет дальше, почему. А вот так. Как кажется, перед выходом в Хеврон. Не, не, Харан, Харан, он же в Харан идет. Ну да, Харан. Она его в Майя, послала его в Харан. Харан захотел он, он захотел прийти на место, ну, как бы жертвы жертвенника, которые построили его... Да, правильно, да. Да, хотел посетить, прежде чем он уходит на чужбину, хотел посетить жертвенника, которые построили его отцы. В Ивгархи, Еврам и Вейсхак. Еврам и Вейсхак. Да. В Ивгархи, Вейелах Харана. И пришел Харан. Правильно. Ивгя. Ивгя, вот это совершенно непонятно. Ну да. Вообще непонятно. Пога плохое слово, но что значит плохое? У него отрицательное. Болезни или что-то такое. Пога это вообще дословно наткнулся на место. Ну, как бы наткнулся, споткнулся. Даже споткнулся по-другому. Неожиданно как-то. Все очень быстро произошло. Ночь настала неожиданно. Ну да, то есть вот явно как-то ненормально, потому что если бы это, например, просто дошел до места, в которое он хотел дойти. Был бы написано. Вейгеламаком. Вейгаламаком. Ну, а ГАА это прибытие. Автобусы, человека и так дальше. Вот ИВГА совсем непонятно. Потому что совсем плохие слова, не про кого из нас, например, ПИГОА, это теракт. Да. ИВГАИМ это люди пострадавшие. На иврите пострадавшие и раненые. Ну, правда, и раненые еще есть ЦУИМ, но вообще пострадавшие это всегда ИВГАИМ. Это слово, от которого все как бы дрожат и становятся не по себе. Поэтому здесь шины непонятны. Такое впечатление, что он просто, грубо говоря, примочился за это место. Шел, и вдруг бум, что-то такое произошло. Буквально даже на уровне каком-то болезненном. Не знаю, ногой стукнувся обо что-то. Ну, так мне кажется. Окей. Теперь как это объясняется? ИГЕЛЕМАКОМ КОЛЬШУ Не-не, КОЛЬШУ, просто КОЛЬШУ, какое-нибудь. Прошел в некое место. Правильно. Ну да, ну да, только, ну да. ЛАХАРМИКЕН, АХАРМИКЕН, АХАРМИКЕН, это служебные слова. АХАРМИКЕН, это после этого. Значит, пришел в некое место, которое впоследствии стало известно как какое-то важное. Ну да, что объясняет один Штензакс? Он не объясняет его Ивга. Не знаю, ну, как бы непонятно. Обычно же, как бы, про что говорит, что он, Яков, связан с Минхой. Правильно? То есть Ивга Бамако очень быстро зашел в Слонск. То есть вот он шел, и все время было как бы еще нормально. Дневной путь, он, наверное, рассчитывал там пройти еще пару километров. И вдруг бах, стало темно. Буквально закатилось солнце. Или вот он стал же дико быстро темней. Тогда он стал Минхой. Он стал читать Минхой. Вот, значит, с ним связывается это Филат Минха. Но Штензакс это не объясняет. Написать слово Макком. Это тоже непонятно. Что значит Макка так пишется загадочно. Это означает, вот он, как бы, дошел, задел, достал. Вот именно в это место. Он говорит, а что же это за место такое? Почему надо было написать, что это за место? А почему так странно называется место? Вот он объясняет, что это какое-то место, которое пока непонятно. А потом оно станет важным. И за лестницей, и за всего. Если есть вопросы, Нару, то можно всех перебивать и, как бы, говорить на самом деле. Окей, идем дальше. Подождите, мы сейчас где? Подождите, мы сейчас где? Мы сейчас здесь. Вейлан. Вейлан. Вейлан Шан. И заночевал там, куда пришел. Шика, шика, шиниш. И было, ну, зашло солнце. И заночевал там, поскольку зашло солнце. Это вот то, что я вспомнил, да. Закатилось солнце буквально. И тогда он вынужден был там заночевать. То есть такое впечатление, что это было некоторое специальное место, в котором по, как бы, плану он должен был остановиться и ночевать. Потому что это специальное место. Поэтому отсюда вот объясняется, что это место. И он должен был там ночевать, чтобы ему, чтобы именно на этом месте ему привиделся им этот сон. Поэтому надо было быстро опустить солнце. Дернуть за веревочку, солнце закатило. Все. И тот, он, значит, понял, что он вот до какого-то важного места дошел, споткнулся от него. Дальше не пошел и как бы стал готовиться к ночевке. Окей. В Алиха. Да. Алиха. Абалаэла и на Батуха. Ну да. А путешествие ночью небезопасно. Ну, это такой стандарт, да, правильно. А вот здесь вот. В Аликах. Мы в Аликах. Да. Мы в Аликах. Мы в Аликах. Мы в Аликах. Мы в Аликах. И взял из камней этого места и сделал себе, ну, положил себе в изголовье. Ну да, вот это тоже интересно. Вы знаете, да, наверняка все читали, там есть миллионы комментариев на это место. Я помню такой, что вся Айра Цесраэль, как бы и ковца, сложилась вот в эти камни и как бы под его головой. То есть он как бы лежал вот на всей Айра Цесраэль. Ну, опять же, Штензарэль, поскольку мы уже, я тысячу раз про это говорил, может быть, даже надоел, что он идет по самому прямому комментарию, то есть он строит мостики, чтобы было понятно. Тихому сказать, зачем вообще камни брать на ночь? Он что, собирался бросать в кого-то? Он объясняет, что такое кар? В качестве подушки. Ну да, вообще, сегодня говорят карит. Это стандартно, карит. Ну, карит, как будто это что-то меньшее. Ну, видимо, кар тоже. Может быть, кар это, не знаю, ну, тоже подушка, но, опять, более мощная. Окей. Вышкаф БМАКОМ АО. Ну да. И положил, и, ну, влек, влекал. Влек на этом месте, да. Окей. А то теперь передаем ему просто. Так, Тимофей, да, мы с тобой. А я с вами. Окей. Так, читаем. Ваяхлом, вайны бехаламу, сулям, муцаф, арца, вырушу, магия Ашамаева. Замечательно. Так, и уснул. И вот во сне его... Нет, ну, даже все-таки, я бы сказал, все-таки, яхлом, это, конечно, связано со словом халом. То есть, его сновидение. То есть, он не просто заснул, в смысле, что он до этого ботстровал, понимаешь? Он перешел в состояние, ну, бессознательное. А именно в том смысле, что он начал сновидение. Ваяхлом. Почему? Потому что вот халом начинается. И что? Ваяне. И вот во сне его. Ну, как бы подчеркивать, что, да, что это лестница, она не перед ним появилась. Это все происходит во сне. Да, окей. Лестница, упирающаяся в землю. И голова ее, лестница, достигает небес. Молодец. Очень хорошо. Вот в том, как ты перевел, ты сразу даешь комментарий, да? Ты говоришь, голова, лестница. На самом деле, непонятно. Всегда, когда написано, то есть, его голова, и понятно, да? Потому что, чья голова, это лестница, либо голова Якова. То есть, кто-то, кто-то, сулан здесь и рожь, это оба мужского рода, правильно? Поэтому непонятно, на самом деле, по простому смыслу, что голова. То есть, по простому смыслу, это как ты сказал. Это, как бы, действительно лестница. Потому что, говорит, что лица муцаф, муцаф, это установленное. Ну, вот в современных, как бы, сводках новостных, что такое муцаф? Муцаф, это, как это по-русски? Как называется боевая позиция, одним словом? Как? Дот, дот, укрепленная позиция. Ну, да, вот укрепленная позиция. Ну, типа того, да. Что? Типа того, примерно. Да, да, вот муцаф, это это. Когда, например, говорят муцаф кедми, то это вот вынесенное, находящееся впереди линии фронта, вот такое укрепление. Все время говорят муцаф, муцаф, муцаф. Это все вот этого слова муцаф, да? Окей, муцаф, арца, то есть на земле, да? Ирушо, магия, шамайма. Шамайма, вы знаете, да? Вот когда присоединяется гей, есть... Направление. Да, есть как минимум два способа обозначить направление. Например, когда гейс, это человек, сделали юмоно как сказать. Ала, лэ, эрц и сра, эла, ала, ла, арец. Понимаете? А можно сказать ала арца. То есть вот эл тогда нету, а есть к существительному или вот точке назначения добавляется буква гей. Поэтому здесь тоже написано, можно было бы вам написать как. А более красиво написать, ну, естественно, это язык Торы. Магия, а шамайма. Вот это вот гей, это означает как бы направление. Окей? Ала арца, это означает, что он сделал репатриацию или там поднялся в землю Израиля. Окей? Ну, хорошо, читаем дальше. Да. Вейне, ма-хей, эллоим, улим, веюрдзим, бо. Правильно. Да, правильно. И вот ангелы Всевышнего поднимаются и спускаются по ней. О! По лесу. Замечательно. Да, это опять, вот я опять все время как подчеркиваю разницу. Почему? Потому что если вы помните, у Ханан Парата, так вот я не помню, мы это разбирали, нет. Статья я точно про это писал. Он там делает такой типа хитуш очень интересный. Что-то опять, вот непонятно, когда написано бо. А мы еще его статью про сон. А, ну хорошо. Окей, тогда я не буду рассказывать, только скажу, что всегда, когда вот это загадочное, как это называется, третье число, правильно, он. А, третье лицо, да? То непонятно. Может быть, бо, это в нем, в ком, в нем, в якоре. А может быть, по прямому смыслу, они, значит, как бы в лестнице. Хотя тоже, если поднимаются и опускаются, то, по идее, должны быть не бо. Бо, бо, это все-таки в нем, это внутри. У лимы, аль, наверное, я бы сказал, аль, аль сулам. Когда говорится, залезь на лицо, как говорят, талэ аль сулам. Говорится, талэ бо сулам. Почему тут бо? Поэтому вот это вот тоже непонятно. Но опять же, поскольку Штензанцин по прямому смыслу, он и говорит, бе сулам. А по простому смыслу, да, я вам говорю, я знаю, у тебя все время сейчас начинаются медроши. По простому смыслу, конечно, это они, эти самые, малахи. Ну, вот тоже, он здесь не объясняет, но порядок непонятный. Они сначала олим, а потом юрдим. По идее, должно быть наоборот. Они юрдим, а потом олим. Почему они сначала поднимаются, а потом опускаются? Ангелы-то как бы с неба спускаются, правильно? Должно быть наоборот. Они сначала спуститься, а потом подняться. Ну, не будем про это сейчас говорить, потому что это будет все в статье Ханен Парад. Просто я вам как бы здесь делаю такие симмане и крия, вопросительные, восклицательные знаки, где как бы есть место, которое вполне для комментариев, не очень понятно. Все, весь текст, он такой, как бы, который просится на то, чтобы были всякие объяснения. Ну, хорошо, дальше. Вейне. Вейне Ашем, лоа Малахим, Ницав, Аллаф, Альяков, Алмарх. Да. О, замечательно. Это прямо подтвердение тому, что я говорил. Да, дальше. Ну, перевезем. Давай, да, конечно. Да, и вот Всевышний, а не ангелы. Нет, лоа Малахим, это без ангелов. Почему? Потому что ангелы, ангелы, тоже непонятно написано. Малахэ, Луим, Олимп и Йордим. Если они поднимаются, можно было бы подумать, что они поднимаются, чтобы быть свитой Всевышнему. Он здесь говорит, нет, это не свитой Всевышний. Он стоит один. Вейне Ашем, поэтому так и сказано. Вейне Ашем без своей свитой. Он говорит, лоа Малахим. И дальше. Что? Ницав, Аллаф. Да? Стоят на нем. Ну, вот Ницав, вы видите, от Муцав. Ницав от Муцав. Ницав от Муцав. Это оба. И то, и другое, это пассивное. Только здесь это в виде слова Эпуэль, а здесь от слова обычный Нифаль. Поэтому здесь написано Муцав, а здесь написано Ницав. Окей? Ну, вот это Аллаф тоже дико интересно. Почему? Почему он говорит про Якова? Чтобы ты не подумал, что он стоит на лестнице. Ну, Всевышний ему не нужна лестница. По простому смыслу стоит на чем? Нормальный человек, который лампочку вкручивает, он бы стоял на лестнице. Правильно? Да, в самом деле Всевышний ему не нужна лестница. Поэтому он вынужден сказать, стоит на Якове. Окей? Дальше. Так и сказано. Да. А не Ашем. Элогей Авраам. Авиха. Да. Элогей Ицхак. Да. Значит, я Всевышний Авраама, апца твоего. Да. И Всевышний Цхака. Правильно. Ага. Эрец Ашер Ата Шохев. Аллея. Да. Эрец Кнаан. Да. Земля, на которой ты лежишь, на ней. Да. Земля Кнаан. Да. Леха Этнена у Лезар Эха. Да. Тебе дам ее. Правильно. Вот это Аллаф, это что? Аллаф, это что? Будущее. Это будущее в первом лице. Я тебе дам. А вот это вот на, 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 это земля. Правильно? Да. Дам ее. То есть, по-простому, это латет. Но вот это вот Аллаф, ани Этен. Ани Этен Леха Лехам. Я тебе дам хлеб. Ани Этен Леха Буба. Я тебе дам куклу. А вот это вот на, на, это ее. Как бы в одно слово так. Правильно? Дальше. Да. Все совершенно правильно. Только хотел сказать, не могу не удержаться сказать. Помните, я говорил, что все камни собрались, все камни Елицы Сраэля, они собрались как бы под голову ему. Потому что непонятно. Если он лежит на куске земли, там, не знаю, 2 на 2, да, или сколько там человек, метр 90 на сколько-то, не знаю, там, 80 сантиметров, сколько тело человек, окей? Еще у него там этот кар, который корит подушка. Ну, так а что ему дают там кусок земли 2, 2, 2 метра на метр? Поэтому он вынужден объяснять. Есть медраж, который говорит, что вся земля, она как бы сложилась. Что-то вообще непонятно. Вот эта земля, на которой лежит, ты ее и получишь. А что тут земли-то метр на метр? Окей, ну, хорошо, дальше. Так. Вегая, зараха, мерува, фарарец, уфарцта. Да, это знаменитое. Все, тут все фразы, все слова, все знаменитое. Да, значит, не будет потомство твое размножено, как пепел, как праздник земной? Ну, я также думаю, меру-бэ, я думаю, это в смысле, ну, да, по смыслу ты перевел правильно, в смысле меру-бэ, многочисленное, многочисленное. Да, Ань? А, меру-бэ, он не дошел еще. Да, да, меру-бэ, да. Меру-бэ, это пасиб, но оно, типа, множественное, да, и там размноженное. Да, то есть, опять, речь идет о тем, вот я тебе даю землю, ну, как бы, не по-простому смыслу, на чем ты лежишь, а вот всю землю, как бы, которая олицетворяется камнями, которые под тобой. Теперь он говорит, да, я дам твоему потомству. Аббаседра, а что потомству? Он же не знает, сколько у него будет детей, там, 12 колен и 5-е, 10-е. Поэтому надо сказать, что твоему, у тебя будет много земли для много потомств. Вот такая идея. Потому что дальше объясняется, в чем заключается, что его будет много. Его будет много как что? Как прах земной. Ну, да, правильно, да. Афар, да, афар в эфир, это вот прах, это из той, с чего был сделан, как бы, Адам. У фарадста прорвешься, ты перец. Да, фарадста, это классное слово. Вот эти хабадники очень любят эти слова. Фарадста, фарадста, фарадста. У фарадста есть даже песня, в которой вот этот вот стих, он говорит, у фарадста, яма, бек, эдма, цафона, рэны, ба, повторяется, фарадста, это действительно лифроц. Лифроц, это прорыв. И в армии тоже все время, парцу, например, там какой-то мэхунит, парад с максом. Получается, что какая-то машина, она прорвала блокпост. Это парадста, это такой вот действительно прорыв, это движение, которое что-то разрывает, вот не просто проходит, поэтому парадста, это бум, вот такой, окей. Но он объясняет, что слово парадста не очень понятно. Почему? Потому что, что значит у фарадста? Как бы, что, как бы, тебе будут припованы, ты будешь с кем-то сражаться? Он по-простому объясняет, что значит парадста? Титпашет, яма. Нет, что такое титпашет? Распространиться. Правильно. Вот и тпаштут, это распространяться, когда была леабель корона, вот говорили, тпаштут, там магифа. То есть распространение эпидемии. Вот и тпаштут, это вот так вот, расходиться от какой-то точки. Да, да, да. Яма. Да, это стороны света, которые говорятся... Да, до моря. Яма, как известно, в Израиле море на западе, то есть на западе. Да. Да, кедма, это восток. На восток, да. Вы помните, про Ганеда написано. Ган-ми-кедем. Микедем, это к востоку. Кедма, да. Ну, опять, не могу не удержаться, я извиняюсь, просто тут этот текст, он настолько переполнен, что невозможно это... Вы знаете, да, очень интересно, вот это вот, цена, потрясающая вещь. И как на иврите будет прогресс? Кедма. Потому что идут вперед, правильно? Кедма, да. Правильно, вот очень интересно. А как на иврите будет древний? А вот потрясающая фраза, которую говорят. По-русски это переводится так. Обновить дни наши, как встали. Ну, тоже такая фраза, по-русски не наши, как встали. А как бы идея такая, что очень... Все еврейская, как бы, динамика движения, она такой непонятный танец. Ты идешь вперед, продвигаясь назад. Потому что вся кедма, это продвижение к Ганетам, который был как бы сзади. Это очень интересно, что такое кедма. Ну, хорошо. Цафона тоже потрясающе. Что такое цафона? На север. Правильно. Какое слово вы знаете от этого корня? Ну, спрятанный цафон. Правильно. Вот замечательно. Цафун. В Песоке, правильно? Когда ищут, это цафун. Окей? С другой стороны. Как, наверное, будет совесть? Забыл. Ну, да, от этого корня. Ацфун. Ацфун это... То, что спрятан, да. Правильно. А как будет компас? Мацпен. Вот совесть связана с компасом. Ну, и с компасом, и спрятан. Это когда человек принимает внутри себя какие-то речения. Все это как бы целая хабила такая, пакет. Правильно? У меня что-то еще в голове было. А, ну, цафун, ты говорил, спрятанный. Да. А, нет, вот еще цофен. Книжка такая, знаете, Кот да Венчи. Вот цофен, да. А как на иврите это переводится, книжка? Цофен да Венчи. Когда говорят вот азбука Морзе, это цофен, это... Цофен это шифр, я бы сказал. Цофен, шифр, да. Поэтому вот это все вместе. Здесь как бы ложится в некоторую схему. Да. Ванегба. Что такое негба? Негер в сторону... Негба это даром. Негба это на юг, правильно? То есть во все стороны. Но тоже все это вот эти вот слова, они очень интересны. Почему? Что такое негрите Ленагеф? Ну, хорошо. Как будет негрите полотенце? Магевит. Магевит. Кстати, очень мурмит, что это слово есть от гав. Гав это спина. Магевит это полотенце. Что такое Ленагеф? Ленагеф, Ленагеф, это вытираться досуха. Вы знаете, вот в России, в этом, в Израиле, сюда как бы очень... Все, кто приезжал, мы когда приехали, их не удивило. О том, что полы, они не как в России, да. В России полы, ну хорошо. Когда-то у нас был паркет. Какие сейчас полы в России? Из чего сделаны? Выминат. Ну хорошо, да. А в Израиле везде балаты. Балаты это каменные вот эти вот штуки. Поэтому есть специальное устройство, как каким образом моют эти полы. Берут, делают раствор. Вода с очищающей жидкостью. Выплескивается это ведром. И потом делается негуф. То есть берутся, и как бы эта вода, она берет с собой грязь и воду прогоняют через салон. Правильно? Вот это вот все, все вот это вот слово негет. Юг. То есть осушать. Окей? Ну хорошо, дальше. Так. В невраху, вха, коль, нишпахот, адама, ху, везер, эха. Сто процентов. Да. И благословятся в тебе все семени земли и семени твоего. Семени твоего. Вот это очень похоже на что? Очень похоже на то, что было сказано Аврааму. Правильно? Помните? Я все думаю, каким образом оно должно осуществить. Так, лэх, да. Каким образом все народы благословятся. Что это такое вообще? Смотри, про Авраама было очень интересно. Про Авраама было сказано лэх, лэха. То есть там Всевышний, первый запах, который получил Авраам, она очень хорошо ложится в религиозно-сианинскую доктрину. Потому что Аврааму как бы пришел хозяин и сказал, по идее должен был сказать, будешь молиться мне, вот Сидур, вот Шулханарух, вот как мой Бнейнок сейчас как дается, вот Сидур, вот Шулханарух. Ну что, вот что надо делать по жизни, правильно? А что мы с этим будем делать? Ну, не знаю, это вы сами додумаетесь. Что, что? Ничего, ничего. А с Авраамом было как бы, с Авраамом было по-простому. Он сказал, ну, просто иди. Ему Всевышний не сказал ничего. Он ему сказал, лэх, лэха, еще иди к себе туда. Вообще иди куда, это непонятно куда. Он что-то не сказал ему про основу веры. Сказалось бы, самое главное должно быть. Ты оставил идолов, вот ты будешь монотеизмом заниматься. Я Всевышний, будешь молиться мне и так далее. Он вообще про него ничего не говорит. Он говорит, лэх, иди. Все. А в конце говорится, и благословятся тобой, межпоход Адама. И как бы там вот такой, что ты должен идти к народам, когда ты идешь к себе. Тоже вот такой вот путь. И вот это, по-видимому, повторяется опять с Яковом. Потому что ему надо делать, называется, хизук. Его надо укрепить. Потому что он-то уходит из земли. А эта земля как бы ему была обещана. И у него, естественно, как бы сомнения, куда он идет вообще без всего. Выгнать из дома. Ничего нету. С умой там пятое-десятое. Окей? И куда он вообще уходит? Уходит из земли. Поэтому появляется Всевышний, который ему дает все обещания, чтобы он не боялся. Окей? Дальше читаем. Ну, я не знаю, что добавляет беседа. Да. Все народы богословятся в тебе и в потомство. Ну, да. Через тебя и через твое потомство. Ну, а этих, не знаю. Как угодно можете придумать дальше. Окей, дальше. Так. Вейне анхи имах. Имха сиха. А, да. Да, имах. Да, нет, правильно, имах. Да, правильно, имах. Ушматтиха. Да. Бехоль ашер телех. Да. Ва ашив. Шивоттиха. Сто процентов. Михаран эль адама азот. Да. Так, переведу. Давай. Вот я с тобой и буду охранять тебя. Охранить тебя, охранять, да, правильно. Да. Везде, куда пойдешь. Сто процентов. Бехоль ашер телех. Бехоль ашивоттиха. Бехоль ашивоттиха. Это как переведите? Очень просто. Опять же, эти составные слова, которые со временем, они у тебя распадаются, ты сразу их понимаешь. Что значит, бехоль ашивоттиха. Но вот это вот ха, это явно тебя. То есть это ты потом добавишь, да? А что значит эль ашив? Возвращать. Я возвращу тебя. И при возврате твоем. Где здесь я спрятана? Где здесь я спрятана? В будущем у нас был алок, правильно? Где-то здесь был алок, мы сказали, да. А алок – это я. А, вот это нена. В будущем это алок. А здесь, поскольку это ваб переворотный, правильно, то он переворачивает глагол в прошедшем и делает его в будущем. Поэтому здесь глагол стоит в прошедшем времени. Где видно, что это я? Идти. Идюд. Вот этот юд говорит, что это я. Я тебя. Окей? Откуда? Из Харана. Ты же идешь в Харан, правильно? Ну да, ему должно было быть обещание, что ты вообще не печалься, иди в этот самый Харан. Почему? Потому что я верну тебя обратно. Не бойся туда идти. Окей. Дальше. Ну, там и присняется. Ну да, это значит, как мы говорили. Из землетмена, да. Да. Килю Азавха. Эазвеха. Но вот видишь, тоже интересно, здесь нет ВАВа-оборотного. Почему? Наверняка это комментарий. Здесь стоит просто совершенно нормальное будущее время. Правильно? Только вот это вот Ха добавлено. То есть на нормальном юрите было бы сказано так. Ани, ло, азов, от Ха. Это совершенно нормальный стандартный юрид. Правильно? А здесь это... Что? Нет, молчу, молчу. А, окей, Савава. Эазвеха. АЛЭФ опять. А почему не Азавха? Правильно? Да. А, окей, Сававха. Почему не Азавха? Там на голосовке-то. Ха, да, Азавха. Правильно. Тебя Ха, Ха. Это тебя. То есть я не оставлю тебя. Окей? Лазов это оставлять. Иди. Дальше. Адашер им. Асити. Это Ашер. Дибар цилах. В общем, не оставлю тебя до тех пор, пока не сделаю то, что говорил тебе. О! Ну, теперь-то мы знаем. Мы-то бы диабад, как бы, да, Апасля. Мы знаем. Речь идет про двенадцать колен. Вся эта идея. Да? И вообще вся история с Юсефом. Все. Братья. То, все. Египет. Пятая и десятая. Вот. Но главное, что я тебя не оставлю, пока я не сделаю то, что я тебе обещал. А что обещал? Что эта земля будет тебя и тебе, и по ему потомству. История долгая будет. Да? Да. Ну, поясняется, что верну оттуда большим и крепким. Да. Ну, более крепким. Да. И начнешь строительство народа твоего. Ну, да. Но это без Египта. Это я загнул. Это просто он возвращается на землю с двумя женами, двумя служанками и с двенадцать этими самыми. Снаем. Это вот такая. Окей. Ну, хорошо. Аня следующая. Правильно я понимаю. Окей. Аня, читай. Да. Ваякац яков смейшан ато. Окей. Ваякац яков смейшан ато. Ваякан ахэн ешашэм вымукамо азэ. Да. И проснулся, пробудился яков сам. Вот это вот тоже сейчас. Прости, что я говорю. Ваякац. Что вам это напоминает? Так про фаро. Это то же самое, как сказано про паро. Когда он пробудился от своего первого сна. И тут же провалился во второй. Окейц. Окейца вообще. Я думаю, от этого окейца. Это когда жарят пищева, например. То есть человек не просто просыпается. Нормально. Как мы все просыпаемся, да? Ну, и в какой-то момент к нам возвращается сознание. Мы не очень понимаем, как и что, но мы в какой-нибудь просыпаемся. Это такой плавный процесс. А бывает процесс такой. Человек что-то такое вот. У него еще особенно холом. Как будто вот он вот сейчас вот лестница была. Бум. Проснулся. Вот это бум. Проснулся. Это вы окейц. То есть не просто проснулся, а он, не знаю, пробудился как-то. Что-то более резкое. Подскочил прямо. Ну, да, в общем, да. Так, ну, пробудился прямо-таки встрепенулся и сказал, оказывается, действительно, есть бог на месте этого. О, да, вау. И тут он, да, тут он говорит, вау. На современную рейтинг, надо надо сказать, вау-ла. Израильтяне, когда они чему-то удивляются, они всегда есть такой стандартный слог, говорит, вау-ла. И оно все заполняет паузу. Человек тебе говорит, вот, меня там, например, и говорит, хорошее приняли на хорошее работе. И он говорит, ты знаешь, меня вообще уволили с работы. Я должен заполнить паузу и как бы эмоционально ответить. Самое простое сказать вау-ла. Но обычно все-таки это вау-ла имеет позитивный характер. Поэтому здесь это вау-ла такое, вау-ла. Я вам говорю, вау-ла. Ахен еш бамак. Ахен еш ашем бамаком азе. Так, вот от, вот от, лен на хахото. Лу хохото, да. Благодаря присутствию шеляшем бамаком азе. Благодаря присутствию всевышнего в этом месте. Приснился мне сон. И открылся, открылся Всевышний и его ангелы. Ну да, потому что иначе непонятно, что означает, когда он говорит, в этом месте есть Всевышний. Ну, Всевышний как бы во всех местах. Значит, в этом месте. Просто стоял перед, вот рядом с тобой на земле. Поэтому, по-видимому, это надо объяснить. Поэтому он говорит, что иначе был Всевышний. А Всевышний, он как бы задействовал так, что у меня появился такой специальный сон, в котором я увидел Всевышнего, и в котором я увидел ангелов. И это означает присутствие Всевышнего. То есть из-за того, что из-за этого я увидел такой сон. Да? Окей. В Анохи Лоядач, а я не знал. Ну, вот это совершенно непонятно. Аж не знал, что не знал. То есть как бы заснул. Когда человек говорит, я не знал, это означает, что у него, в принципе, были ожидания какие-то, да? То есть встретил приятеля. Вау, а я не знал, что ты в ресторане сидишь. Ну, как бы у тебя, в принципе, есть потенциально, что ты там можешь встретить кого-то, правильно? А что значит не знал? Ты вообще мог себе такое представить? Поэтому требуется объяснить. Вот и объясняет, да. Так. Кодом Аллахэм Ло Раити Бымаком Зе Эли Писата Дама Шеалея Шеалея Инахати Правильно, Инахати, это Гуфи. А перед этим я не видел в этом месте, ну, в этом месте не видел ничего особенного, кроме как кусочек земли. А я видел, ну, это просто кусок камней, и все. Оказалось, что это вообще такое потрясное место. Вот это то, что он не знал. Он думал, что это кусок земли, а на самом деле это чудесное место. Окей? На котором я как бы, ну, расположился. Ну, да, это от слова, да. Тебя расположился. Ну, да, Инахати, это, я думаю, он идет, потому что у нас тут было ханая. Это вот отсюда, поэтому как бы... Ну, так вообще не говорят Инахати. Ноах-нох. Это, опять же, тот же самый ноах. И это как бы, ну, привел в комфортабельное состояние. Ну, вот я тут лег отдохнуть, скажем так. Мое тело, да. Дальше. Да. В ира, в иомер. Ма, нора. И, ну, как бы, получается, Ира убоялся, что ли? Боялся. Ну, да, тоже интересно. Я думаю, что это не зря совпадение такое. Лир-от, это видеть. Это видеть. А вот Ира, это богобоязнь. А Ира, да. Двою, да, двою, да, ира. Да, поэтому здесь убоялся, да. И эта боязнь, она всегда связана с боязнем перед Всевышним. То есть вот то, что это переводится по-русски, ну, здесь так не перевести, но вообще это богобоязнь. Потому что человек просто чего-то боится. Вот это, например, человек по хэдме машу, либо не в альме машу. Это ощущение, как бы, ну, вот, состояние такого эмоционально напряженного, когда человек чего-то боится. А Ира, Ира, это исключительно ко Всевышнему. Да, вояра воема. Как страшно. Как страшно. Как Телорер-тавод, Низгав, Амако, Мазе. И пробудился почет, уважение, уважение. И, как бы, Низгав тоже возвышенно место это. Как почетно. Окей, да, к этому месту. Да, вот у нас сегодня были Яша вместе со своими детьми. Вот у него сына зовут Саги. Вот Саги, я думаю, это от слова тоже Низгав. Хотя там Аллаф, правда, ну, неважно. Я думаю, что да. Это возвышенное что-то, да. Есть тоже Сагиев, есть такое имя. Да, но вот смотрите, тоже написано. Вот это вот Нора, Нора. Это связано со словом Ир-А. Почему? Потому что если бы человек сказал просто, что это место меня страшит, то по идее нормально сказать, амако Мазе Мавхиду ты. Нора Мавхид кан. Например, темно, непонятно, там волки бродят, террористы бродят. Ну, Нора Мавхид. Ну, вот Мавхид это бояться. А вот Нора, это действительно ужасное место. То есть он был переполнен таким вот богобоязненным страхом. Он просто проснулся, и он его переполняло это ощущение. Окей, дальше. Ну да, потому что как бы он видел, типа раскрылись, и он видел, эти поднимаются, эти опускаются, Всевышний стоит. Ну, как бы такое место, в котором вот этот вот прица такая, прорыв. Видно, вот прорыв к небесам. Да, окей. А, ну вот как раз Штензар всегда и объясняет. И поскольку видел я лестницу, которая достигает, доходит до небес. Вот видите, тоже интересно, на нормальном иврите, на котором пишет один Штензарь, написано Лэ Шамайм, да? А помните, там у нас было написано Шамайма. Вместо Шамайма можно сказать Лэ Шамайм. И это как бы более нормально. Окей, дальше. Передо мной, Бефанай. Небеса раскрылись передо мной. Ну да. Здесь, смотри, здесь не Арац, а Эрац. Арац это в Смехуте. Ты что сказал? Ты сказала Арац или Эрац? Не помню. Я тоже не помню. Ну хорошо, давай скажем, что ты сказала правильно. Арац это нормально, а в Смехуте переходит на Эрац. То есть Эрац Исраэль, но Арац. Окей. Хорошо. Сулам Махабэ Рэц. Эрац Вэшамайм у Агдара Айсудит Бэйцэр Шэль Бэйц Амирдаш. Ну да, то есть он должен объяснить, почему он сказал Бэйт Эйм. Почему это дом Бога? Почему то, что он видел, дал ему основание сказать, что это Бэйт Эйм. А вот он объясняет, почему. Сулам. Сулам, лестница, соединяющая небо и землю. Это самое подобающее, самое основное. Самое фундаментальное, я бы сказал. Фундаментальное. Агдара, ну агдара определенная. Агдара, формулировка, объяснение, да. Самое основное объяснение для Бэйт Эйм. Ну да, что такое Бэйт Эйм. Это место, где соединяется небо и земля. Правильно. Да? Да. Так. И кажется, что Яков пробудился от сна посредством своего сна, получается. Не, Бэйт Эйм, в середине, в середине. А, в середине, вот так. Да-да, то есть идея в том, что не то, что вот он проснулся, солнышко входит и все. Потому что тогда человек, по-видимому, он уже как бы находится в моде рассвета. Солнце, умываться, зубы почистить, там, поесть чего-нибудь, туда-сюда. А это все произошло столько быстро, вот это вот, то, что он наикасом вздрогнул и проснулся. И он все, и кругом темнота. И поэтому он находится внутри вот этого хизайона, внутри того, что он видел. Поэтому он объясняет, что ультурер, мина холом, бэйт со шнато, в середине своего сна. Да? Да, и не вставал со своего ложа до того, как настало, настало, там, пришло. Ну да, бэйт, что-то означает, что он дальше потом заснул. Иначе, как же бэйт, значит, это было что-то до этого и что-то после этого, окей. Дальше. А вот начинается пробуждение. Так, нам как-то надо поделиться, поделиться надо с Тимофеем. Ну я не знаю, давайте по кускам. Тимофей, ты хочешь читать? Ну да, могу, давай. Давай, да, нет проблем, да. Так. Тимофей, я думаю, лавод, сопровождать. Да. Умиток тхушат мехуя вуто. Да. Калифав. Лапав, это вот он соединяется с следующей фразой, да. А, окей. Значит, и проснулся яков утром. Да, вот это интересно уже в Яшкэм, это интересно, потому что проснуться разное бывает. Бывает и Торер. И Торер, это проснулся. Реально, просто вот человек, мотай Торар, ты, насколько ты сегодня проснулся, да. Это то, что поросказал, ты сегодня встал. Но только ворусские не говорят, ну, можно говорить, мотай Камта. Говорят, мотай Торар. И Торар, это вот, это пробуждение, да. А вот есть слово Ашкама. Ашкама, это то, что, насколько я помню, говорится, побудка. Вот в армии Ашкама, это побудка. То есть, когда человек в каком-то заведении, где он там встает по команде. Подъем. Подъем, да. У человека, вот, пиадетский лагеря. У человека говорят, мотай Ашкама. То есть, когда будет этот подъем, побудка. Вот в Яшкэм, это то же самое. Это вставать ранним утром. Окей? Так, и в знак благодарности Всевышнему, который открыл ему и пообещал, продолжить сопровождать его из тхушат. Чувства. А, из чувства. Мехуявуто. Мехуявуто. Ну да, что такое хов? Долж. Хов за должность, правильно? Да. А что называется, а не мехуяв? То есть, я кому-то что-то должен, да. Человек говорит, мани мехуяву, а чё ты должен вообще? Тхушат, мехуявуто. И чувство... Какого-то долга. Да, обязанности по отношению к нему, в смысле к Всевышнему. К Сторму его, да. Да. Так, продолжаем. Войках эт-а эвен шевшам... Сам, сам, сам. Сам. Да, шевшам нераштав... Нераштав, каэсэм ота мацева. Да. Так, и взял камень какой-то, который... Не, подожди, какой камень? Который у него под головой был? Ну да. Ну да. Который лежал под головой его. Который положил, сам положил. Ассим положить, который он положил под голову. Да. И положил его... Мацеву сделал, в общем. Ну да, то есть, тут тоже положил и положил, но это, в общем, идея такая, что он его установил все-таки. Да. Так, Амеда, Кевин, Пулхан. Амеда, Кевин, Пулхан. Да. Ну да, вот как раз Штенцальс, я зачастую, когда у нас есть вопрос, мы пытаемся сами объяснить. Мы видим, что Штенцальс именно это объясняет. Что непонятно, что значит, что это ясэм. Мацеву не кладут, ее ставят. Потому что она как бы возвышается, правильно? Это не что-то плоское все-таки. Это типа монумент, как-то по-русски обелиск называется. Написано Эй-Эмида. Вот этот Гэй, это откуда? Гэй? Да. Ну, Эфиль. Это Эфиль. Нет. Почему? Лэамид. Но если было можно сказать, Вэй-Эй-Эмид. Эмид это его. А Эмида это ее. А кого ее? Его, камня, ее. Нет, ее. Ну как, Мацева. А, ну хорошо. Ну, Мацева. Он ее поставил в качестве... Поставил как какой-то культовый камень. Да, правильно, культовый камень, правильно. Иначе просто не понимаю, что он положил. Не просто взял и положил. Он сделал из этого какой-то, ну типа, я уже говорил, монумент, обелиск. Дальше, Ваяцок. Ваяцок Шемен. Ну да. И налил масло. Ну, возлил, так говорят, да. ЕЦК. Так. Шемен стам. А я и то. Где лэлэпет боэт лахмо. А, замечательно. Зачем здесь ют поставили, как вы думаете? Где? Ну вот видите, под мем стоит ют. Зачем стоит? Ведь он же у нее текст векс неогласованный. Правильно? И очень редко стоит для того, что когда есть, когда может быть разночтение. Сказать, что это разно. Видимо, не Шемен, а Шемин. Правильно. Сто процентов. Потому что это не Шемен, а пишется так же. Шемин. Шемин Астам. Который, ну как бы по простому смыслу, зачем ему нужен был Шемин? Он же не знал, что у него там будет сновидение Всевышний, что он будет вот этот самый Мацеву делать. Он всего этого не знал. Он даже не знал, откуда у него Шемин вообще. А для чего он взял Шемин? Покушать. Ну, практически да. Но как он объясняет? На хлебушек. Ле лампет. Хлебушек там полить, полить масло. Ну, намазать по-русски. Да? Масло. Это такое слово. Липуй. Липуй. Это знаете, как они называются? Я забыл. Не аккумулятор. Как вот эти в лаборатории по физике был лелопот. Это вот так вот обматывать. Обмотки. Как это не конденсатор? Как эти штуки называются? Блин. В которых репродуцируется хошмаль. Понятие обмотки не знаю. Кто же забыл? Ну, забыл. Ну, хорошо. Но вы понимаете меня. Вот лабот – это вот это вот. Да? Рот. Да, да. Это лахмоз. Вот хлеб, да? То есть он взял этот Шемин для того, чтобы намазывать его на хлеб. Чтобы хлеб был… Ну, мы-то как бы с маслом таким. Более простое – это просто наливать вот этот Шемин. Окей. Семин зайд, наверное. Не знаю. Дальше. Аль-Роша шель амацева. На голову ее. То есть мацевы. Мацевы, да. Дальше. Выиграл Яков Экшем Амаком Аху Меас Бейт Эль. И назвал Яков имя и месту этому Бейт Эль. Замечательно. Сейчас там поселение. Да, Бейт Эль. Да. Пинхас там. Да. Булам. Булам Луз Шем Агир Дешона. Ну, это не очень понятно географическое название. Сейчас он будет объяснять. Да, в общем, это место называется… Оно как бы Луз. Луз и… То есть до того это называлось Лузом. Ну, дальше объясняй. Что такое Луз? Итхан Шияков. Итхан. По-видимому. По-видимому. Итхан Шияков. Хашав Шаву Яшан. Дамаком Рейк. Легам Рейк. Да. По-видимому, Яков думал, что он спит на месте совсем пустом. Да, спал. Что он спал, что он на пустыне на месте. Пусто. Да. Ах. Ах. Ах – это но. Это всегда но. Ахит-барер. Меплё. Мелтар. Ютер. Ше. Хвар. Гаяша. Айшуф. Луз. Ну да. То есть вот надо объяснить слово Луз. Да. И вот выяснилось. Итбарер. Выяснилось ему. Что давным уже… Не-не. Позднее. То есть он попал. Да. Потом. Он считал, что он там один и вообще никого нету. А потом ему как бы выяснилось, что на самом деле это место… Там был Ишуф. Там было поселение, которое называлось… Луз. Правильно. Дальше. Шиот Искар. И Захер. Это нормальная… Нефаль в будущем времени. И Два-юда означает, что это… Когда есть Два-юда, это всегда просто И. И Захер. Да, И Захер Бемикра. Да. Погамим. Ахадут. 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 Ахадут несколько раз. Так. И вот И Захер. Вот Луз, да. Там оказалось что-то поселение Луз. Шот И Захер, которое будет, можно сказать, упоминаться, вспоминаться как угодно. В прислучае, да, много раз. Не, не в прислучае, в писании. Аллы Басов. Будет упоминаться в писании еще несколько раз. Окей. Окей. Яков Шина Эд Шино Лебрит Эль. Да, окей. А Яков изменит, да? Да, он поменял Шиной. Яков поменял имя его на Брит Эль. Покажи, вот у нас остался последний абзац. Давайте его как раз добьем. Давайте пополам вы прочитаете. Вот ты дальше… Ну, что, постоянно читаю. Что-что? Пусть они читают, нет? Да. Равноценный. Да. Ну, а не передаем? Нет, давай прочитаем вот еще кусочек, вот до Каф Аллафа, а потом до конца Аллафа. Хорошо. Ваедер Яков, Ваедер Лебрит Эль, дал Яков обещание, говоря, «Имэхэм шэм элэгим имадзи, если будет Всевышний со мной, кмо шэнээмар ли бэхарон, как было сказано мне во сне, у шмарани, бадэрах». Да. Ваедер Хазэ, ашэр Абахи, гулэх. Да. Да. Ваенатан ли лэхэм лэхоль, у вэгэт лэдбуаш, вэйв шарли лэкаем хаим бэ сесаим. Сесим, ну давай, получается, да? Да, переводим. Да. Им, ахэн, елэгим имадзи. Это мы перевели, да. А, мы перевели, да. Ушмарани. Так, он будет охранять меня. Да, вот это, ну, дют, это что? Это меня, правильно? Меня, да. Шумэр охраняет, шумарани охраняет меня. Будет охранять меня. Ну, дороги, это дороги, да. Да, правильно. Которые я иду, и даст мне хлеб кушать и одежду одеваться. Ну да, это стандартное описание, ну, как бы, прожиточного умения. Обеспечить всем. Ну да, правильно. Хлеб есть и бэгет одеть, правильно. Это то, что объясняет. Да, вы явно. И смогу я, смогу я существовать. Ну да, и даст. Жизнью. Ну, психи, основной. То есть, минимальный, да, минимальный прожиточный уровень. Окей, дальше. А дальше Аня. Ань, давай, да. Так, это где мы это сказали? Вот, Капала, вышавте. Вышавте. И, значит, если вернусь я в безопасности, в дом моего отца. Да. Аст ая шэм ли лэлакин. И тогда будет, как бы, будет Всевышним не Богом. Да. Или был. Или был. А, нет, будет. Прожить все время. Да. Будет Всевышним не Богом. Экбал, или кабель, аля тьми. Лэйт Масэр, лэа Вадатон. Да. И принимаю я, да, как бы, ну, посвящение, посвятить себя, ну, обещание посвятить себя служению, служению ему. Да. Лэйт Масэр, это вот мастерутный эфирш, это преданность. Ну, вообще, вы понимаете, что это как бы не очень, я не знаю, мне так трудно сказать, не очень приличный разговор. Ну, потому что эмуна, предполагаешь, человек не делает, как бы, дашь на дашь, то что называется, или как это по-русски, это на это. Ты мне это, а я тебе за это это. А он, как бы, говорит ему такую формулировку некоторого сделки договора, очень простой. Если ты мне сделаешь так, то я тебе буду делать так. Ну, хорошо, а где тут эмуна, где тут вера вообще, а при чем здесь, как бы, вера во Всевышний? Вера, человек, как бы, делает то, что ему надо, то, что ему полагается делать, но он, как бы, надеется, что он за это получит какой-то тагмуль, какое-то вознаграждение, но нет такого, сделай это, я тебе сделаю, а если не сделал, ну, хорошо, все, значит, я, как бы, больше все, я, как бы, ему не служу, поэтому это, естественно, надо объяснить, потому что непонятно, тем более, как Яков говорит, уж больно, как бы, такой, очень практической формулировки это сказано, окей? Так вот, это и написано, поэтому он объясняет. Но теперь, как бы, он, как бы, связывается, ну, как бы, соединяется с ним связью. С помощью вот этого особого личного... Ну да, вот это вот слово интересное, когда, вы знаете, говорят про человека, когда, по-русски, это очень религиозный человек, на иврите это называется адук. Адук – это от слова леодек. Леодек – это скреплять. Даже вот на иврите, знаете, есть, как это по-русски, то есть это не по-русски, но так говорить, не скреплер, а как скреплер, который страницей. Как он называется? Степлер. Степлер, правильно. А как он является на иврите? На иврите в народе называется шатхан. Шатхан, который скрепляет мужчину и женщину, делает из них пару. Ну, это такое народное выражение, да? А правильно называется ме-адек. А слово леодек – скрепляться. Поэтому он как бы объясняет здесь, что вы не думаете, что Яков, он был такой вообще хасер и мунаш, он вообще был такой совсем. И тут он увидел, он сказал, а, ну все, теперь, конечно, если ты сделаешь вот так, ну так я буду в тебя верить. Он говорит, нет, он и до этого вообще в него верил и был, грубо говоря, верующим. Но просто здесь у него он выражает, что он будет к нему как бы прилепиться сильно, вот скажем так, да, хотя все равно это не очень, ну, объясняет, но не очень понятно. Дальше. Этот камень, который положил я, поставил я вот этим памятником, будет домом Всевышнего. Правильно. Яков, мавтиах, леяким маеэйн мы айин мигдаш. Мэейн. Мээйн, адерной, ну как будто, да. Мээйн, а, как будто, как будто, так вот так мигдаш. Ше, яшы и амут. Да. Лээто вот. Бакуле ашеркетенли, ассэр ассэр ассэрнаа-лак. Да. Значит, Яков обещает Лаеким отставить, установить, как будто бы, ну, типа, типа, вот по-русски это типа, хотя не очень хорошо, но это типа, да? Ну, типа, ну, памятника храма Святого Места, который будет, ну, установлен для его поколения. Да, ну, на поколение. На поколение, и все, и со всего, что ты мне дашь, я выделю десятую часть. Ага. Да, ну, вот такое довольно деловое сообщение. Мне кажется, что здесь проявляется некоторое свойство Якова. То есть, он такой тахлетит, тахлетит, то, что называется, конкретный человек. Он говорит, да, хорошо, ты мне так, окей, я тебе тоже буду делать так. Да, нормально? Да. Ну, хорошо, все, мы очень здорово. Мы с вами, сейчас такую штуку, мы с вами дочитали комментарий Штензальца. Это очень классно, да, и как раз успели. А что, ну, ты понимаешь, что комментарий только к одной главе больше нет? Нет, там есть. Во-первых, у него же, как бы, идея такая, что разбито на понятийные вот эти вот куски, правильно? И этот вот кусочек связан с лестницей, поскольку у нас там... Что-что? Интересно, к другим главам, у меня уже там глава-то не кончается, там дальше продолжение есть. Я тебе говорю, и ты все права, но моя идея была, это как бы, чтобы мы прежде всего разбирали куски, которые напрямую связаны с тем, что мы обсуждаем Муханан-парад. Поэтому я отсканировал только это. Ну, и как бы мы уложились как раз в один урок, как раз это. Ну, просто следующее, это будет как бы следующая история. Окей? Там вопрос в чате. Чат, подожди-ка, Мяныч, а, да, чат, что вопрос? Пайл текста, да, конечно, вступи, я, Вера, могу тебе прислать, но правильно вступить в эту группу. Сейчас, секундочку, давайте я выключу запись, все, мы как бы прозанимались отлично, в следующий раз мы будем заниматься, читать статью Муханан-парад о продолжении, на эту же тему очень будет интересно.